привет всем зрителям и подписчикам моего канала в этом видео я вам покажу уникальный лот на сайте violetti не часто попадаются такие монеты покажу свою монету тетрадрахму который у меня в коллекции за которой я гонялся не один год и мне удалось ее купить здесь на violetti а это прямо сейчас выставлено еще несколько дней просто в потрясающем состоянии тетрадрахма я давно говорю что ну стоит посещать сайт violetti чтобы вылавливать то что вас радует именно эта монета моя слабость помимо того что я коллекционирую монеты украины вот такие монеты афинские просто что-то посмотрите в каком она идеальном состоянии она просто музейный можно сказать экспонат я побывал в музее пушкина и именно здесь я увидел такую тетрадрахму гляньте с собой очень красиво там было много разных экспозиций немножко вот вам покажу как выглядит музей это просто класс не стыдно положить свою коллекцию и действительно эта вещь посмотрите как прорисовано все какие все детали и однозначно это подлинная монета оригинальная здесь просматривают эти монеты эксперты violetti и немножко дальше видео вы увидите небольшую историю про эти монеты очень интересного автора кстати сейчас у меня на аукционе также выставлена одна из моих монет которые я решил поменять для тех у кого нет к сожалению бюджета до ближе к 1000 долларов на эту монету но хотелось бы иметь в коллекции что-то подобное этот тетрадрахма сова вот здесь так она выглядит абсолютно оригинальная также покупалась на violetti иногда ну как я говорил коллекции должны жить вы должны отпускать монеты покупать новые есть если бы у меня монеты не было этой в коллекции я бы посоревновался из за этот лот потому что просто потрясающая монета не часто такие монеты попадаются это моя она еще выставлена здесь шесть дней так что ссылочка будет в описании участвуйте и давайте покажу как же выглядит эта монета вживую но это всем нам известные афины афины город посвященный богине которая была его покровительницы на протяжении всей истории да и может быть вы помните миф о том как афина и посейдон спорили за право покровительства над этим городом новообразованным и судьей в этом споре был ариапах афинский совет старейшин вот и решено было что покровителем города будет признано то божество чей дар окажется более полезным посейдон ударил в скалу трезубцем этот цвет от трезубца долго показывали в на акрополе ударил скалу трезубцем из скалы забил источник воды соленой это типичный этиологический миф этиологический миф это миф объясняющий причину того или иного явления вот от греческого айте а причина как он возник можно догадаться на акрополе весело журчал своими строями источник соленой воды надо было объяснить откуда он взялся вот и объяснили афина воткнула в землю копье копье сразу пустила побеги ветки и появилась оливковое дерево маслина ну что важнее для города маслина или соленая вода соленой воды в окружающем море избыток естественно да ариапах признал дар афины более полезным и афина стала покровительницей города город получил имя в ее честь что было дальше знаете раздосадованный посейдон проклял афинян сказав пусть на своих собраниях они всегда принимают дурацкие решения слово бога отменить нельзя но афина поспешно добавила но пусть эти дурацкие решения всегда оборачиваются к их пользе и стало так вот так родилась афинская демократия и на лицевой стороне афинских монет лицевая сторона здесь определяется без труда благодаря тому что квадратом инкусу всегда на обороте и вот здесь это милая птичка то есть сова тоже символ афины вот она помещена внутри этого квадрата не так ли она лицевой стороне сама богиня характерной архаической улыбкой и на шлеме у нее видите веточка лавра эта лаврушечка появилась только после марафонской победы над персами после 490 года и здесь тоже видите два листика лавра и а т альфа тета и эпсилон эпсилон вообще говоря не совсем правильно в более поздние времена на этом месте писали эту от треной но здесь еще архаическое написание то есть обозначение название города но точнее говоря это не название этот ником дело здесь вот греки как мы знаем жили в полисе вот вне полиса жизнь древнего грека просто немыслимо и на монетах всегда обозначался практически всегда обозначался не город а гражданская община гражданский коллектив то есть и помещалось название имя название гражданина в родительном падеже множественного числа в данном случае эта монета как бы отвечает на вопрос чья это монета афинян чья монета кориинфин чья монета сики о не чья монета сиракузин вот эта штука на греческих монетах именуется этниконом и дальше на картинках я вам этот этникон покажу на некоторых монетах ну и что еще можно сказать что греки были народ древние греки на современных не будем древние греки были народом исключительно одаренным во многих отношениях если римляне были народом солдат инженеров и юристов то греки это народ поэтов художников и скульпторов прежде всего народ изумительно одаренный творчески и от античного мира сохранилась в том числе и древних греков достаточно большое количество вещей вот знаете что отличает древних греков у них почти нет того что мы сейчас называем кичем безвкусицы все их все то что они делали вот отличается большим художественным вкусом и монеты не составляют исключения если мы видим что-то грубоватое с нашей точки зрения то это объясняется либо древностью происхождения либо нарочитой архаизации как на этой монете потом вид афинских монет изменился и мы с вами тоже увидим как мы идем дальше пим 300 спартанцев смотрели с орками гоблинами ксеркс в пирсингах и так далее смотрели наверное да и помните оттуда знаменитая это спарта да так вот спарте как известно было запрещено иметь в частной собственности золото и серебро жизнь спартанская община равных жизнь у всех должна быть одинаковый или примерно одинаковый на практике был выходило так что все были конечно равны но некоторые равнее других бывает не только в спартанском обществе но уже древние с удивлением отмечали что вот эти суровые немногословные спартанцы вот которые не имели права владеть золотом и серебром были удивительно падкими на подкуп принцип известный заветный плод сладок запретный плод сладок и вот значит когда после разгрома афинин разделили добычу сами афини не попали в руки к сиракузинам были отправлены в каменоломни и там большинстве своем погибли уцелели те кто знал наизусть трагедии еврипида или хотя бы их куски ведь как полезно учить стихи наизусть потому что в сиракузине восхищались в это время творчеством еврипида как позднее вот менее грамотным повезло намного меньше значит а спартанцам досталась походная казна афинин это мешки нормальные мешки из мешковины типа нашей вот набитые серебряными монетами вот этими афинскими совами правда здесь на картинке мы с вами видим декадрахму самый крупный мемориальный мемориальный скорее номинал а самая ходовая монета афинин была тетра драхма в два с половиной раза поменьше полегче и по стоимости меньше вот представляете много мешков набитых афинскими тетра драхмами и все эти мешки сложены в шатре полководца в его палатке и он соблазна не выдержал лично вероятно или с помощью рабов подпорол каждый мешочек по шву и отсыпал из каждого немножечко монет а потом все было зашито так что совершенно незаметно и когда все это было привезено в спарту гилип отправился к себе домой вот а мешки пошли государству но спартанец не учел что афини не были большими аккуратистами по части расходования государственных средств и аккуратистами они были не зря потому что каждое афинское должностное лицо в течение года несколько раз народное собрание призывало к отчету а как ты расходуешь ассигнованные тебе финансы тут провороваться было просто смертельно опасно смертельно в прямом смысле слова вот значит и в каждый мешок с монетами была вложена опись содержимого да мешки сломали печати афинские еще печати мешки открыли подсчитали содержимое сверли с описью не хватает эфоры были в недоумении и наверное находили бы в недоумении может быть до сих пор если бы на гилиппа не донес его собственный раб донос было оформлен в лаконичной чисто спартанской форме под крышей у моего хозяина живут совы пошли поисками нашли вот так погорел гилипп с помощью афинских сов вот такая интересная история была поставьте пожалуйста лайк кому понравилось продолжение этих лекций будет по ссылочке у меня в описании также там будут ссылки на аукцион на мою монетку которая выставила на виолите и на монету которая сейчас идет торги возможно вам эта монета также приглянулась так что участвуйте я желаю развитие вашим коллекциям чтобы вас радовало то чем вы занимаетесь ваше хобби и всем хорошего настроения всем пока друзья